Добрый день, трейдеры! В этом коротком ролике расскажу вам, через какой инструмент можно анализировать полную картину рынка и следить за всей динамикой того, что происходит на рынке. Это важно, так как зачастую, когда мы открываем наши мониторы и видим, что те или иные наши бумаги ушли в минус, то мы начинаем думать, что это наша стратегия не сработала или наша бумага не сработала, а на самом деле этот рынок себя так повел и, возможно, эта ротация произошла внутри сегментов, внутри индустрии, и эти вещи важно понимать, чтобы правильно анализировать свою портфолио. Итак, сегодня речь пойдет о сервисе Finviz, он бесплатный, и тут есть, конечно, и платная часть, но бесплатный вполне достаточно, чтобы анализировать полностью рынок. Начнем с домашней страницы его. На главной странице вы увидите главные индексы и их динамику, как они себя ведут. Далее, чуть ниже, вы увидите лидеров роста на рынке. Это идет в разрезе дня. Информация о лидерах роста, бумаги, которые достигли новых максимумов. Справа же, наоборот, те бумаги, которые упали, лидеры по падению и лидеры, которые достигли новых минимумов. Можно провалиться в каждое меню и посмотреть каждую бумагу детально. Еще ниже мы видим бумаги, которые находятся на линии поддержки или линии сопротивления. Можно отфильтровать все эти бумаги и посмотреть детально, что происходит в каждой бумаге, в каждой индустрии. Справа также есть индикаторы, которые показывают те наши самые любимые фигуры, там голова и плечи или каналы, внутри которых двигаются бумаги. То есть, все это есть на ладони и все это можно анализировать и это очень удобно. Здесь мы видим карту всего того, что происходит на рынке. Мы видим в целом те индустрии, которые себя, и сектора, которые себя хорошо чувствуют. Например, хелска или технологический сектор, который сейчас на данный момент себя не очень хорошо чувствует. И вы как бы сразу видите, что происходит на рынке. И если у вас там, например, Microsoft и Apple просели, это не значит, что вы выбрали плохие бумаги. Вы можете здесь сразу понять, что дело-то не в бумагах, дело в секторе, то, что происходит, ротация. Еще ниже отражаются самые главные новости на рынке и то, что происходит на рынке. Опять же, это удобно, потому что идет фильтрация по абсолютно всем агрегаторам. То есть не надо самому ходить и по разным сайтам и собирать информацию. Здесь для вас Finviz все агрегирует. Еще ниже мы видим движение по инсайдерам, главные покупки инсайдеров. Кто и что и когда покупал, мы видим, что даты самые-самые свежие. Кто что продавал. Это тоже важная информация, чтобы понимать, что происходит внутри вашего портфолио, что думают насчет бумаг и динамики владельца тех компаний, чьими акциями вы владеете. Вкладка новости. Здесь отражаются главные новости на рынке. Справа это, можно сказать, такие сплетни, то есть блоги, где обсуждают стеленые бумаги. Поэтому здесь тоже можно важные вещи отслеживать и отфильтровывать внутри дня. Скринер очень важный блог. Есть отдельная инструкция в Slack, как пользоваться скринером. И я вам скажу так, что в основном американские трейдеры, а я работаю с американскими трейдерами, они используют Finviz. И данный скринер, он очень удобный. И он бесплатный. И бесплатной части вполне достаточно, чтобы искать себе интересные бумаги. Следующая вкладка Maps, то есть карта того, что происходит на рынке. Мы ее уже смотрели на начальной странице. Здесь можно посмотреть внутри дня, внутри недели, внутри трех месяцев, внутри шести месяцев, внутри года, с начала года. Фильтров очень много. Можно по дивидендам посмотреть. Ну, то есть абсолютно все, что вы хотите, здесь есть. И это все, повторюсь, бесплатно. Также можно посмотреть на мировую карту, что происходит в мире, если вы торгуете Азией или торгуете другими рынками. Опять же, здесь это все есть. И ходить по разным ресурсам никакой необходимости нет. Есть интересные отражения информации в Bubbles, в таких пузырях. Можно почитать, что означает каждый индикатор. Можно пофильтровать по тем индексам, которые вам интересны, по секторам, которые вам интересны. То есть информации очень много, и она охватывает очень многие вещи. И это очень удобно, потому что мы с вами видим сразу весь рынок, что происходит на рынке. В этом и задача данного сайта. Следующая вкладка группы, да, здесь тоже очень важно понимать, что происходит внутри дня и что происходит внутри недель. И что происходит внутри месяца, внутри трех месяцев, полугода, года и с начала года. Это интересно, чтобы, знаете, когда мы ковыряемся в одних и тех же бумагах, происходит зашоренность, и мы застреваем в этих бумагах, и не смотрим на общий рынок. И чтобы этого не происходило, периодически надо выходить, вытаскивать голову из песка и смотреть в целом на рынок, и смотреть, какие индустрии двигаются вперед, где происходит ротация, что меняется. И это очень важно. Это очень важно понимать, да, в тех ли вы бумагах, в тех ли вы индустриях, правильно ли у вас выбор сделан. Можно делать спектральный анализ, можно смотреть по графикам, можно все настраивать под себя, кастомизировать, можно посмотреть лидеров, кто сильнее всех вырос, эволюэйшн, овервью, то есть, ну, информации очень и очень много, но я, ролик посвящен тому, как в целом смотреть на рынок. Что еще? Портфолио. Можно сделать свое портфолио, достаточно залогиниться этого, это все бесплатно, здесь об этом говорится, что это бесплатно, загрузить сюда свои бумаги и смотреть за их динамикой внутри своего портфолио. Инсайдеры. Инсайдеры вкладкой можно посмотреть все главные сделки, продажи, покупки и поискать свои бумаги внутри, внутри этой вкладки и посмотреть, что было продано, что было куплено и из этого уже ориентироваться по своему портфолио фьючерсов, все фьючерсы на одной ладони, чтобы было понятно, какие бумаги, какие индексы куда пришли, какие индексы снизились, какие выросли. И здесь их, ну, здесь охватывается очень-очень много-много информации, поэтому пользуйтесь, это очень удобно. Да, спектральный анализ особенно удобен для понимания того, что происходит на рынке. Форекс. Ну, я и такой вкладкой не пользуюсь. Ну, здесь у нас по валютным парам информация. Я с валютой не работаю, но для тех, кто работает, тоже будет очень полезно наблюдать. Криптовалюта, вкладка криптовалюты, где тоже идет обзор криптовалют, что происходит внутри разных криптовалют, и охватываются самые-самые распространенные криптовалюты. Можно тоже смотреть по разным таймфреймам. И бэктесты, можно проводить бэктесты. Это уже платная функция, но я этим не пользуюсь. Кому интересно, можно воспользоваться. Вот такой короткий ролик. Я надеюсь, он полезный. Конечно, этого недостаточно, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатываем мы с вами в Slack. Ну, как скринер, как инструмент для использования, чтобы смотреть за динамик рынка, это очень удобно. Вот, поэтому пользуйтесь. Если есть вопросы, задавайте в Slack. На все отвечу. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok